Очень часто задается нам такой вопрос, который на самом деле требует пояснения, действительно требует пояснения. Почему в Торе есть канонизированная молитва у нас, все молятся одинаковый текст. Почему, собственно говоря, мы все делаем те же самые заповеди, те же самые действия, одеваем тот же самый тфилин, все мы одеваем такой же талифт одинаковый. Почему все делают то, почему Богу нужно вот это одинаковое наше служение, выполнение каких-то всех тех же самых действий? Вопрос на самом деле очень интересный, действительно требует объяснения. Мы сейчас попробуем его коротко, по возможности ясно объяснить. В связи с прошедшей Ханукой вспоминается то, что в Хануку читается Тора про момент, когда все главы колен Израиля принесли жертвоприношение, которое называется Ханукат Амизбех, обновление жертвенников. То есть, когда Муше построил переносной храм в пустыне, то все главы колен Израиля, все принесли свою жертву для того, чтобы обновить Мизбех. В принципе, слово Ханук означает обновление, да? И вот все они принесли жертву. Интересно, что все они принесли одинаковую жертву. То есть, они принесли каждый, вот если взять, там было 12 колен, да? Все принесли одинаковую жертву. Все принесли серебряное блюдо весом 130 шекелей, да? И серебряный конусообразный такой, как это, вот такой мизрак это называется, да, из которого можно было бросать кровь, тоже 7, все принесли одинаковый конусообразный такой предмет серебряный весом 70 шекелей. И золотую ложку с благовониями весом 10 шекелей. Все одинаковые. У всех они были наполнены мукой самого лучшего качества перемешанной с маслом для мучного добровольного жертвоприношения. Потом все они принесли бычка, барашка, овечку, да? Все для жертвоприношения всесожжения. Потом для грехочистительного козла они принесли. Потом для мирных жертв принесли два бычка и пять раз, в общей ложечке 15 разных, пять такой, пять элим, пять отудим и пять квасим. То есть, ну, элим это тоже барашки, отудим, это, так понимаю, другой расцветки барашки, или квасим это овечки, да? Вот все они принесли одинаковую жертву. Все одинаковые. Зачем? Но Тура ее почему-то каждый раз трудится переписать. Поразительная вещь. Каждый раз мы читаем вот это прямо на протяжении 12 раз, а потом еще в конце Тура все это считает, умножает вот это вот все на 12, да? То есть, каждый принесли пять, а 60 таких, 60 таких. Все заново Тура перешли. Зачем? И Медраж, на самом деле, обращает на это внимание и говорит, что, на самом деле, несмотря на то, что они принесли все одинаковую жертву, на самом деле, каждый имел в виду что-то другое. Оказывается, за теми же самыми числами формальными стояла совершенно разная мысль у каждого из главы колена. Например, глава колена Иуда приносил все напротив царства. И вся символика, оказывается, кеара, да, вот это вот блюдо, напоминало, что царь Шломо будет властвовать над миром под небесным куполом. И поэтому он принес вот это вот, это серебряное блюдо, да? И царь Машех будет властвовать над куполом земли, да, под куполом земли, будет единственным царем. И поэтому он принес, было предание у колена Иуда, что они царское колено, и поэтому все было напротив царства. А колено Исахара, которое было второе, они принесли все напротив Торы. И там вот это вот 130 серебряных шкалим весило вот это вот, это блюдо. И там, значит, смысл был такой. Тора содержит письменное 24 книги. Начинается устное с буквы Мем, заканчивается буквой Мем. Первая буква Мишны на Мем, последняя буква Мишны на Мем, это Мем, это 40 и 40. 24 плюс 40 умножить на 2, это получается 104. И Мошер Абейну получил Тору 26 поколений от первого человека. То есть, получается 104 плюс 26, получается 130. То есть, это блюдо напоминало Тору, да? Или, а, понимаете, да? Совершенно тот же самый, тот же самый жертва, тот же самое приношение, но смысл совсем другой. Он вкладывал в этом совершенно другую направленность мысли. Глава колена Исахар. Дальше. Глава колена Завулун. Какая у него была мысль? Мысль была, он близок к Торе, он является поддерживающим Тору. Поэтому у него все было связано с поддержкой Торы. И вот это блюдо напоминало море, которое, в принципе, тоже напоминает вот это блюдо, да? И так каждую деталь, Медраж подробно описывает, каждая деталь, как она была. Например, потом дальше колено Рувен. А там все было ради чего? Поскольку Рувен спас Йосифа, пытался спасти Йосифа. И Рувен был первый человек, который вернулся, сделал как бы возвращение ко Всевышнему. И там у него все напротив этого. То есть получается, и так дальше можно идти по всем по порядку, получается, что у каждого колена, несмотря на то, что внешне выглядело все одинаково, на самом деле в служении было все совершенно разное. Более того, в этой недельной главе каждый из колен получает отдельное свое благословление. И Аризаль говорил, что в молитве у каждого были определенные нюансы, там был у каждого свой порядок молитвы. Небольшой, немного отличалось. Но, в принципе, вся молитва была одинаковая, с небольшими отличиями. То есть у каждого есть вот этот свой нюанс. У колена Йуда – это царство, у колена Исахара – это Тора, у колена Рувен – это Чу, возвращение к Творцу. Каждая колена имеет свою направленность. Несмотря на то, что делают вроде бы то же самое, ту же самую молитву. И то же самое мы, когда мы соблюдаем Тору, мы делаем вроде бы те же самые действия, но у каждого есть свое исправление. Чем больше мы учим Тору, чем больше мы знаем Тору, тем больше мы выполняем, тем вот это наше мы находим в себе. Кто-то должен учиться, кто-то должен работать, кто-то должен преподавать, кто-то должен… Мы все вместе выполняем вот эту вот картиночку, заполняем каждый свой пазл. Каждый человек, делая вроде бы то же самое, заполняет разные детали в пазл вот этого исправления. И поэтому, несмотря на то, что мы делаем разные вещи и должны понимать только одну вещь, ради Всевышнего мы выполняем все эти заповеди, но, в конце концов, этот пазл восполняется и получается общая картина. Поэтому, несмотря на то, что мы делаем все то же самое, на самом деле есть для этого огромный смысл. Спасибо. Надеюсь, что смог донести до вас глубину этой мысли. Спасибо. 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 Спасибо.